Ивановская федерация фехтования существует не благодаря, а вопреки. У мушкетеров региона нет собственного помещения для тренировок. Спортсмены вынуждены просить приюта. Официально федерация прикреплена ко второй спортшколе, но залы им там не предоставляют. Временно занимаются здесь, в школе номер 28. Директор учебного заведения единственная, кто не отказал мастерам клинка в помещении. Весь процесс обучения и тренировок проходит в этом маленьком зале рядом со школьной столовой. Чтобы не сталкиваться друг с другом, ребята занимаются по очереди. Вот такой маленький зал, который никуда не годится. Холодно зимой, жарко летом. Представляете, вот в этот маленький зал, по 15-20 человек забиваются. О какой тренировке это может вообще идти речь. Я не знаю, сколько по санпинам все это можно, но фехтовальная дорожка 14 метров. Здесь нет 10. Это чтобы человек привык к длине фехтовальной дорожки. Выходные для фехтовальщиков – настоящий праздник. В субботу им разрешают заниматься в большом зале школы. И здесь спортсмены стремятся отработать как можно больше приемов. И научиться двигаться по фехтовальной дорожке. Но места все равно не хватает. В школе шпажисты и соблисты на птичьих правах. В любой момент помещения могут потребоваться учебному заведению. А значит, спортсменов просто выставят за дверь. Ветераны фехтования еще помнят золотое время, когда у федерации был специально оборудованный зал для постоянных тренировок. Теперь на его месте – частный фитнес-клуб. С финансированием этого вида спорта дела обстоят едва ли не хуже. В федерации не хватает залов, не хватает средств на поездки. Финансирования у нас никакого нет. Департамент нам вообще денег не выделяет. Цены помогают только школа немного. Департамент нам в этом году не дал ни копейки на соревнования. За свой счет ездят, за счет родителей. Все соревнования нет, все за родителей полностью. В региональной федерации фехтования более 70 спортсменов. Среди них – призеры ЦФО, чемпионы всероссийских соревнований. Есть совсем свежие победы. В середине ноября ветеран фехтования Сергей Лапшин завоевал Кубок России. На прошлой неделе юниор Илья Маторин занял третье место на всероссийских юношеских состязаниях. Теперь оба будут защищать честь страны на мировом уровне. И без упорных тренировок в хороших условиях шансов на победу ничтожно мало. В администрации города о дежурном положении фехтовальщиков знают. И поясняют, такая ситуация у многих спортивных клубов и федераций. Сотрудники профильного комитета уже ищут площади и ведут переговоры с учебными заведениями, на базе которых можно было бы разместить мушкетеров. Я боюсь ошибиться и боюсь давать обещания. Хочу быть реалистом. Я думаю, что на это потребуется год-два. Надеюсь, что это будет быстрее. Возможно, мы будем арендовать площади. Возможно, это решится быстрее в течение полугода. Решение вопроса с выделением зала может затянуться на долгие годы. И ведь гарантий никто не дает. С каждым днем у олимпийского вида спорта в Иванове все больше шансов на исчезновение. Сейчас в секцию даже новичков не набирают. Ведь тренироваться негде. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.